Сибирь Здесь, недалеко от вас, слева, небольшая железная калитка, покрашенная серой краской. Если она открыта, вы можете спуститься прямо к воде и подойти к самому берегу. Так будет интереснее. Каждое место рассказывает свою историю. Так считают создатели аудиопроменада «Паскаль-секунда» на метр площади мира. Этот проект, который с помощью звука помогает по-новому взглянуть на привычный город, узнать его историю. Отправиться в пеший аудиотур по Красноярску просто. Скачать приложение easy.travel, дойти до указанного места, включить аудиозапись, надеть наушники и следовать за голосом. И вот с вами заговорит ротонда у музейного центра или оживет памятник Ленину на площади революции. Мы думаем, что искусство должно висеть в музее или демонстрироваться в галерее. На самом деле художник может разместить свою работу сейчас где угодно. И акустические инструменты, аудиосоставляющая такой проводник, потому что для того, чтобы соединить аудиальный проект со средой, с пространством, не нужно практически ничего. Смартфон у всех в кармане, наушниками мы не расстаемся. А вот в этой магии соединения, смыслов соединения работы со средой, именно со средой, как раз возникают новые смыслы. Участники работали над своими историями целый месяц. Результат – аудиопроменад из десяти разных работ показали на историческом фестивале «Локальные истории». Его организовал в Красноярский фонд Михаила Прохорова. Фестиваль проходил в онлайн-формате. Ученые и исследователи со всей страны обсудили, почему сейчас все важнее изучать историю мест, где мы живем. Мы еще в далеком 2004 году поставили вопросы локальной идентичности, связи человека и регионы, регионы и страны, страны и мира. То, что мы понимаем под локальными историями или, условно говоря, региональные исследования, мне кажется, это такое очень интересное направление, которое вбирает в себя много дисциплин. Это и микроистория, о чем только что говорилось. Это то, что у нас называется краеведение или новое краеведение. Это и то, что очень много занимается региональным исследованием в качестве исследования территории. И в искусстве это очень здорово работает. Но есть целый направление в поэзии, которая называется и вообще в литературе, которая называется геопоэтика, где, собственно, творческие люди как бы осмысляют поэтически территорию или понимание этого пространства и времени. Как отмечают сами исследователи, сейчас историки из парашютистов, которые смотрят на события глобально с высоты, превратились в искателей трюфелей. Телескоп заменили на микроскоп. Их интересуют истории конкретных мест и конкретных людей. Красноярские исследователи все больше узнают о прошлом нашего города и края. Так, в Сибирском федеральном университете на кафедре истории России расшифровали уникальную кинохронику из Национального архива США. 12 тысяч кадров кинопленки о гражданской войне в Сибири, снятых военными корреспондентами, в 1918-20-х годах. Съемки проходили и в Красноярске, правда, уцелело всего три секунды. Но это не мешает представить жизнь и быт сибиряков в те времена. Американцы фиксируют внимание на особенностях быта сибиряков. Например, несколько минут длится сцена дым, вертикально идущий из трубы. Мы знаем, что в сильные морозы дым идет строго вертикально. Для них это странно. Или несколько минут идет сцена, где лошади везут сани, груженные грузом. Но особенно потрясла их сцена полоскания белья в лунке воды. Женщина в холодный очень день полощет белье, потом она кладет его в корзину, силой давит сверху. И это потрясает, потому что в монтажных листах очень долго офицеры пытаются подобрать термин, что она делает. И поскольку в английском языке нет синонимов русским словам полынья, лунка, прорубь, они используют слово холл, дырка, и объясняют будущему читателю, что это такое, и почему вообще это очень странно, но русские это делают. Кстати, бродячие собаки, как явление обыденной жизни Сибири, существовало и сто лет назад. Они попадают в кадр везде, на всех парадах, на всех церковных службах. И даже итальянцы в руках держат этих собак, потому что для них, наверное, это большая экзотика, что есть страны, где есть бродячие животные. Ну да, это тоже часть нашего культурного кода. Новые данные о Красноярском крае во времена Великой Отечественной войны удалось собрать исследователям Красноярского педагогического университета. Там изучили дневники воспитателей детских домов, эвакуированных в Красноярский край из Ленинграда в годы войны. Педагоги еще в поезде начинали закалять ленинградских детей, чтобы в суровых сибирских условиях они не заболели. Местные жители делились с истощенными воспитанниками овощами со своих огородов. Развлекали детей кукольным театрами с картона. Учебников не хватало, и вместо них вырезали картонную азбуку. Добравшиеся до Сибири ленинградские дети на самом деле спаслись. Спаслись буквально и, естественно, в прямом переносном смысле. Кстати, многие из них вернулись в свои родные семьи, потому что усыновлять и на патронах можно было брать только тех ленинградских сирот, которые реально получили похоронки, или было известно, что родители его сейчас просто отсутствуют. Все остальные ленинградские дети, естественно, подлежали обязательному возврату, в чем потом исполнительный комитет Леновы Столкума поблагодарит сибиряков. Но, тем не менее, хочу сказать, что сами ленинградские дети сохранили чувство благодарности и к своим очаровательным воспитателям, которые реально для них стали вторыми родителями. И прежде всего как раз вот к этим сибирякам, тому местному населению, которое к ним относилось тоже как к родным детям. И даже в это тяжелое время, в общем-то, делилось всем, чем возможно. После окончания войны связь между красноярцами и ленинградцами не оборвалась. Многие переписывались и даже приезжали друг к другу в гости. Но не всем, кто в те времена попал в Красноярский край, удалось вернуться на родину. В сороковых в Приенесейскую Сибирь высылали немцев, эстонцев, поляков и латышей. Их истории также собрали красноярские следователи. Многие не дожили, поэтому в основном пришлось изучать воспоминания детей. За четыре года историки провели 94 интервью. И выяснили, что большинство переселенцев уже не помнят родной язык, но зато берегут семейные рецепты. 87% отметили, что да, национальные блюда они активно в своей повседневной жизни используют, они готовят, они знают именно у них от своих родственников и передают рецепты своим детям, внукам и так далее. То есть вот это то, что действительно является таким достаточно устойчивым маркером сохранения этнической памяти. И что самое интересное, именно национальная кухня оказалась привлекательной для местного населения, потому что то окружение, ну в основном, конечно, русское, которое проживало рядом с немцами или эстонцами, когда мы спрашивали о том, ну а вот что вы позаимствовали, так скажем, вот представители технической группы, все сразу начинали говорить, прежде всего, о каких-то блюдах национальных. Изучили историки и быт красноярок, но уже в более поздние годы. Какой была жизнь женщин, которые проживали в красноярских селах в 60-80-х годах? В то время молодые семьи стали жить отдельно от родителей. И хоть глобальная статистика говорила о появлении женской свободы и самостоятельности, судя по цифрам, росло количество разводов и повторных браков. Красноярки относились к ним негативно. Стали рожать меньше детей, чувствовали себя не совсем уверенно. Постепенно многодетность становилась социально непрестижной. В 60-х процветала народная медицина, женщины верили в бытовую магию и обращались к знахарям, а не к врачам. Ну а подход к воспитанию детей в красноярских селах в то время, сейчас, ужаснул бы многих современных родителей. Одна из женщин вспоминала о том, как она уходила на работу в поле. И уходя, поскольку не с кем было оставить своего годовалого ребенка, она привязывала его к столу за ногу. Просто чтобы он никаким образом себя не покалечил, что-то там не съел и так далее. Много рассказывали о детстве, как оно проходило. И нам, жителям 21 века, люди очень трудно себе представить, как воспитывают ребенка, если нет практически элементарных вещей, что используют в качестве игрушек, как дети были одеты. То есть это все, конечно, очень интересные такие моменты о истории повседневности, которые нам действительно в это может быть даже трудно иногда поверить. Своя история сложилась и у городских жителей. Красноярск менял свои границы, а вместе с тем и откладывал отпечаток на сознание и самоощущение самих красноярцев. Так, например, до строительства коммунального моста в 1961 году надежной связи между берегами не было. Переправлялись по льду или понтону, который то и дело приходилось разбирать, чтобы пропустить суда по Енисею. Но из появления моста объединения берегов не получилось. До сих пор красноярцы бывают спорят, какой берег лучше. Но своеобразные границы в сознании горожан выступают не только Енисей. И историки нашли этому объяснение. Один из моих информантов, он родился, как бы жил в центре. Он подчеркивает это все время, что он в центре. А вот говоря про жену, опять же подчеркнуто, говорит, ну она же Покровская, что с нее взять? И вот я специально как бы нашла карту, где видно, что Покровка – это тоже центральный район. То есть в принципе от самого-самого центра она отделена небольшой речушкой качей. И в общем вполне, так скажем, шаговой доступности. Хотя по контексту это можно было подумать, что какая-то глушь вообще. И когда вот я об этом попыталась тактично, так скажем, информанту намекнуть, но он категорически не согласился, но нет, Покровка – это деревня, Покровский деревенщик. Другой наш информант тоже очень интересно поведал историю о том, что в одном из частных домов Покровки собиралось по нескольку сот человек для того, чтобы, ну как сейчас говорят, несанкционированно отпраздновать мусульманские праздники. То есть не было такого вот места, и поэтому собирались в частном доме, готовили там тазами чинами угощения. Но вообще трудно представить, что нечто подобное могло бы, скажем, произойти вот по другую сторону качи. Исследователи продолжают собирать народный архив красноярского прошлого. Помочь им в этом и заодно сохранить историю своей семьи или дома может каждый красноярец. Например, поделиться фотографиями, документами, дневниками или просто воспоминаниями. Подробную информацию о каждой работе красноярских историков вы найдете на сайте фестиваля «Локальные истории» localhistory.ru или на YouTube-канале фонда Михаила Прохорова. Там можно посмотреть полную версию всех выступлений спикеров фестиваля и узнать больше об истории места, где мы живем. Проект создан при поддержке фонда Михаила Прохорова. Редактор субтитров А.Семкин